Отец Сергий, на первый взгляд, обычный священник. Ведет праведную жизнь. И мало кто из прихожан знает, что в молодости их батюшку звали не иначе, как юротеррорист. И встретить его можно было не в церкви, а на улице, вместе с Хиппи. Вот, и, собственно, встреча с православием, когда она произошла, у меня на одном из съездов в Хиппи в 78-м году, в Прибалтике, туда приехал такой человек один, Константин, он был из бывших Хиппи, и тогда он был уже соборным чтецом, то есть он был псаломщиком в соборе, богоявленском патриаршем. Вот он так приехал туда, видимо, так молодость вспомнить, я там не знаю. Мне было 17 лет, ему 25. Человек начал рассказать о православии, там, около костра. То, что она рассказывала, очень, конечно, ну, душа как бы горела. Идеи Хиппи, одни, в общем-то, очень близкие идеям христианства. Пожалуйста, лозунг «Христос был первый Хиппи». И как раз поскольку в христианстве, как бы, любовь, это, как бы, такая вот главная идея этой религии, любовь к Богу, любовь к ближнему, любовь как самоотдача себя, другому человеку бескорыстной самоотдачей себя. Собственно, идеи Хиппи такие же были. На дворе стояли 70-е годы. Из выпусков международной панорамы и журнала «Вокруг света» Юра Рыбко узнал о Хиппи. Тогда же услышал и рок-музыку, изменившую впоследствии его жизнь. В Москве Хиппи собирались на стриту от английского улицы, чаще всего на нынешней Тверской или Гоглевском бульваре. Свобода, любовь, рок-музыка стали для Хиппи важнее размеренной советской жизни. Они интересовались философией, литературой, религией и искусством. Не мог жить так, как живут в комсомольце какие-то, или как же большинство моих друзей, которые просто пили водку там вечером, днем работали на заводе, а вечером пили водку в подъезде. Ну, мне это было скучно, мне это было неинтересно. Что-то хотелось сделать. В конце 80-х на волне перестройки под Москвой открылся заброшенный когда-то монастырь Оптино-Пустырь. По странному стечению обстоятельств, именно это место стало мекой для Хиппи всего Советского Союза. Во многом тому поспособствовал сам отец Сергий. Он поселился там сразу по открытию и начал приглашать своих друзей. Поскольку было только начало 90-х, 80-х, книг еще не было духовных, сейчас обилие литературы, а тогда этого не было. Я просто рассылал книги, старался послать по этим адресам, тем, что прочитали сами, дали другим. Таким образом, в общем-то, достаточно многие люди по мне узнали, приехали в Оптино. Хиппи селились как в монастыре, так и неподалеку в лесу, в долине любви, в культовом месте для неформалов того времени. Именно здесь ставили они свои палатки и шалаши. Замечательное совершенно лесное озеро, названное так кем-то из оптинских подвижников еще в 19 веке. И вот это как раз хипповое стойбище на том мысу было основным местом начала миссионерской деятельности отца Сергия. Вот, да. Его можно было увидеть у костра среди хиппи с гитарой. То есть, вот он ведет, вот он, вот он. Бум-бум-бум-бум. Это значит, что отец Сергий там. Это его любимая вещь была. Но не только с гитарой у костра проводил свое время отец Сергий. За временем, здесь же, в озере, он стал крестить своих друзей хиппи. Когда мне уже руку положили в романахи, то есть уже как священник, я стал совершать таинство крещения, в оптину ноги прижали, именно чтобы креститься или венчаться. И вот тогда, наверное, несколько, вот так вот, сотен, наверное, я так покрестил. Долгое время в оптиной пустыне отец Сергий был звонарем. На колоколах он воспроизводил мелодии своих любимых групп. И сегодня, спустя много лет, специально для нас он попытался повторить эти звуки. Нередко батюшка заглядывает в небольшой подпольный клуб. К своему другу, еще по хипповским временам, Никодиму. Там он отводит душу за барабанной установкой, играет на гитаре или беседует с завсегдатаями. Я всегда на стороне молодежи, поэтому мы как-то очень просто проходим общий язык. Однажды к отцу Сергию попала 15-летняя Аня. Девочка ушла из дома и прибилась к арбатским панкам. Сколько бы ни пыталась мама Аня вернуть дочку домой, ничего не получалось. Когда мы с ним сидели на лавочке, разговаривали вот здесь, когда я первый раз пришла, я говорю, да вы меня не поймете, вы священник, а я вот панк, и вряд ли у нас получится разговор какой-то. Он мне говорит, ты знаешь, то я на самом деле тоже неформал, я так на него смотрю. Вот что правда, он такой, да, я бывший хиппи. Вот, и я тогда ему стала, ну, не постеснялась, стала ему про все рассказывать. Знаете, он действительно меня понял. Недавно из рук патриарха в храме Христа Спасителя отец Сергий получил премию «Обретенное поколение». В пресс-релизе было указано за пасторскую деятельность среди хиппи, панков и рокеров. Вот сейчас вот я уже в церкви-то 30 лет, и тем не менее, как-то многие из того, что я понял, когда был хиппи, оно осталось. Это были те семена, из которых родилось мое православие и, собственно, мое монашество даже. Продолжение следует...